Встреча с гостеприимным клубом Я возобновил общение с моим другом, с другом моего детства Ильей Кулляхтиным Он снова появился в моей жизни после многих лет отсутствия Приехал в Питер, созвонились и вот дошло до того, что сегодня я выступаю здесь Приятно вас видеть, все кто нашел время Может быть, я думаю, что мы планируем провести сегодня первый мастер-класс Если это будет интересно, если вам понравится Мы будем развивать эту традицию Илья во всяком случае собирается так делать Может быть и я буду приезжать, если это будет интересно Может другие тренеры Но я надеюсь, что это будет интересно для вас в первую очередь И если это будет востребовано, то мы продолжим это Спасибо, что пришли, спасибо, что хотите потратить время Может быть, даже деньги свои Надеюсь, что это будет полезно для всех Итак, сегодня наш мастер-класс, он достаточно спонтанен Потому что мы не так часто проводили в таком виде эти мастер-классы Я уже много их проводил в разных городах В разных странах, в разных аудиториях Для разных групп Для спортсменов профессиональных, для любителей Поэтому мы с Ильей, когда задумывали этот мастер-класс Мы, конечно, хотели получить от участников семинара какие-то вопросы Для того, чтобы вам было интересно У вас же есть, конечно, множество вопросов по настольному темпу У меня есть информация, которую я собирал на протяжении 40 лет Если у кого-то была возможность почитать Я полтора года назад выпустил свою книгу Первая нескучная книга, она называется Называется «Прошу к столу» Она сейчас достаточно успешно На мое удивление, она достаточно успешно продается Уже три издания прошло И в ней я описываю свою биографию Как мне удалось самореализоваться Почему я выбрал настольный теннис Как мне помогают мои друзья Я рассказывал в том числе от Евгения Брайнина, который здесь присутствует Тоже это один из легендарнейших теннисистов для российского настольного тенниса Вот, поэтому мы сфабриковали нашу программу так Первая часть теоретическая Мы сидим здесь, слушаем Подготовили сами несколько интересующих и нас, и вас вопросов Потом, после какого-то количества времени Когда я уже что-то расскажу Вы, может быть, даже зададите свои вопросы На которые я тоже успею ответить Потом мы сделаем небольшой перерыв Там, чай попьем А потом мы можем перейти к практической части И, может быть, даже каждый из вас, если захочет какие-то задания Удары Может быть, какие-то игры Показать свои, себя показать Может быть, спросить что Поэтому мы вот в таком достаточно расслабленном формате будем вести Без напряжения тоже Я хочу, чтобы и вы получали удовольствие И не утомлялись информацией, которую я рассказываю Потому что, если я начну разговаривать о настольном теннисе Я могу там действительно говорить и день, и ночь И мне только бутерброды закидывайте Или там чаем заливайте И я могу несколько дней говорить Это надо, главное, правильно подать Я думаю, что мы все здесь такие То есть, увлеченные люди, которых, может быть, даже надо останавливать Иногда Поэтому, если я увижу, что кто-то заснул или там захрапел То я тоже пойму, что я уже слишком много чего-то сказал Итак, я с вами поздоровался, поэтому я сяду Ладно, ничего страшного Тогда буду потихонечку начинать Итак, вопросы, которые мы сами сфабриковали Спросили у заинтересованных людей, спортсменов Ну, мы такую программу для первой части теоретической обозначили Как изменился настольный теннис? Рассказать о новом пластиковом мяче Правилах и технике новых ударов Стойки, передвижения, может быть, хватки ракетки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...